Человек, который в продаже не работал никогда, его послали 74 раза. Но здесь просто их потырят. Я понял, что где-то я лоханулся. Там от 3 до 5% брака. Тебя все понимают. Сегодня Диму Кавкака можно назвать писателем. У меня прошла реальная презентация книги про бизнес с Китаем в доме книги издательства Exmo. Ее можно купить на самых разных магазинах. Пришли люди посмотреть, послушать, получить автографы. И я, честно, пока не понимаю, как это произошло. Это произошло как-то, между прочим, само собой относился к этому просто как надо сделать и все. И вот пару слов от человека, который не занимался никогда продажами, не занимался товарами, не занимался бизнесом. Как произошло с ним трансформация благодаря просто тому, что он помогал мне эту книгу написать? Вот ему пару слов. Спасибо, спасибо, друзья. Всем привет, меня зовут Артем. Я занимаюсь тем, что я пишу книги и помогаю другим. То есть я не пишу за других людей, я распаковываю смысл. И вот надо сказать, что работа с Димой Кадпаком это был самый настоящий челлендж, реальное испытание, потому что я совершенно человек, который в продажах не работал никогда, особенно в товарном бизнесе. И чтобы книга получилась действительно успешной, я решил этот путь пройти сам, прям просто с нуля и до первых денег, до результата. У меня действительно это заняло определенное время, чуть дольше, чем я планировал, потому что это попало на новогодние праздники, и там китайский Новый год, я теперь знаю, когда он. И мы тестировали 4 товара с женой, мне жена помогала во всем, как и Диме. И мы остановились на подушках-листалках. Знаете, женские подушки-листалки для кормления, которые вот так вот перелистываешь, они помогают, чтобы ребенка можно было удобно держать, чтобы руки не уставали во время кормления. Просто вот здесь главное не отклоняться и никакой самодеятельности не заниматься. Мы реально запустили, сделали баннер, придумали оффер, оттестировали, занесли людей в лист ожидания, потом заказали товар, дождались его. Дальше по шаблону, который тоже дает Дима, мы сделали простой сайт, запустили на него рекламу в Фейсбуке. У нас сработала связка баннер на Фейсбуке, ну плюс реклама на Фейсбуке, да, соответственно, таргетированы на женскую аудиторию. Есть прям такая аудитория «Молодые мамы». Вот на нее мы запустили, мы получили первые деньги. Да, там в книжке есть вкратце на моей истории, я не буду сейчас занимать время презентации. Я только хочу сказать, что Дима – это человек, знаете, вообще есть люди двух типов. Первый тип – это «пока не увижу, не поверю». И так живет большинство людей. Это люди, которые… Их можно встретить только на работе, дома или по дороге из дома на работу. Они никогда ни во что не верят, потому что никогда ничего не видят. Есть второй тип людей, их очень мало, и вот Дима туда принадлежит к этому типу. Это люди, которые действуют наоборот. «Пока не поверю, не увижу». И он видит бизнес с Китаем, он обладает визионерством, он понимает, как людям нужно действовать. И люди, которые с ним работают, которые с ним взаимодействуют, они становятся такими же. То есть он конвертирует их в предпринимателей и делает это максимально легко, безболезненно и, самое главное, быстро. Для начинающих предпринимателей, которые хотят заниматься бизнесом с Китаем, какие вообще шаги первые стоит сделать, какие ошибки допускают на начальном этапе. Ну и давайте по бюджету пробежимся. Спасибо. Ты можешь иметь один образец, ты можешь иметь там 10 образцов, ты можешь иметь образец в виде фотографии на твоем планшете. У нас есть такой парень Денис, он совершил немыслимое, его жена выбрала просто в алибабе там сумки, которые ей понравились. И он, ну у меня там было задание, нужно было сделать оптовую сделку. И он такой, ну типа вот сумки, вот фотографии. Выбрал там локацию по Москве, магазины сумок. И пошел в эти магазины, я новый поставщик, вот мой каталог, выбирайте, буду вам поставлять. Его послали 74 раза. Ну он такой как бы, такой, давай покупай. Как бы, ну не очень, как бы такой ласковый, знаете. Я говорю, я когда его увидел впервые, я понял, почему его 74 раза послали. Потому что он когда здоровается, уже ощущение, что на тебя наезжают. Но в 75-й раз чувак, который, ну какой-то из магазинов в Москве, говорит ему, мне нравится вот это, это и это. Привози образцы. Ну он в течение недели потратил 250 долларов, у тебя образцы привез самолет. Сегодня нету проблемы доставить из Китая. Пишешь в Google доставка из Китая, там 100-500 компаний, которые там 3, 5, 10 лет работают с Китаем. Это не есть проблема. Проблема всегда в том, как наладить путь клиенту, превратить это в систему. Как продавать дороже, когда на рынке все пытаются продавать дешевле. И тут появляется, почему я показывал фотографии с Борг. Потому что Борг это классический бизнес Китая. Которые начали, чуваки, просто понимая, что техника это очень востребованный товар. Понимая, что для того, чтобы продавать дорого, надо создать правильную упаковку. То есть если вы сейчас просто задумаетесь, а какие вы там товары покупали для себя в последние 2 месяца, просто перечислите, потом спросите у своего круга, какие там 10 товаров они покупали в течение 2 месяцев, то вы удивитесь, сколько обычных товаров каждый день мы покупаем. Если вы соберете это в список, потом сядете на Либабу, посидите там хотя бы пару дней, то вы увидите некие тенденции, что товар, который есть там, и можно купить 100 штук, дома продают в 3-4 раза дороже. Где-то нужно доработать упаковку, где-то можно взять товар как есть. Вот Паша сидит, мы были в Китае, увидели просто фабрику, которая шьет рюкзаки, детские рюкзаки. Ну вроде бы, ну что, нет детских рюкзаков на рынке, но их дофига. Но эти прикольные. С товарами, а с производством работали? В Китае? Дорабатывал несколько позиций, дорабатывал бокалы, дорабатывал, ну разные изделия, дорабатывали чашки, изменяли форму, ну то есть рисовали, как надо сделать, китайцы меняли. Платили обычно за пресс-форму дополнительно. Если это было в рамках их производства, ну там, к примеру, одна из позиций, которую мы меняли, была очень классная позиция, которая у чехов есть, это модель Анжела, бокалы такие для шампанского. Вот, и там размер самый идеальный, который больше всего продавался. Я подумал, что неплохо было бы такую же модель сделать, вот в версии там для свадьбы, упаковки по две штуки. И мы нашли фабрику китайскую, которая делала бокалы, и мы собрали из их уже готовых моделей, мне у одной модели подходила ножка, у другой модели подходила вверх. Я объяснил схематически, поменяйте мне местами, они мне сделали версию под мою задачу. То есть это минимальная доработка. Если говорить про повторение какого-то промо-образца, конечно, китайцы мастера скопируют любой продукт, мастера повторят любое изделие, и это касается любой ниши. Мы часто катались на лыжах с человеком, который занимается продажей тракторных деталей. Вот он поехал в Китай, повторил стартер, который у него больше и лучше всего продавался, он их возил из Беларуси, что-то у него были перебои с поставками, он плюнул на это, его сын как раз был в Китае, предложил, говорит, давай найдем здесь фабрику и повторим. Но это они до сих пор уже 9 или 10 год производят в Китае стартер, который он когда-то привез с собой, вот так дал на фабрике, ему разобрали, распилили, дали три варианта, сказали, вот из дешевый, средний, дорогой, какой берешь. И каждая поставка у него все равно, где-то там от 3 до 5 процентов брака, ему каждую следующую поставку компенсируют кэшем просто. У меня есть друзья, они в Украину возят кабель для таких компаний, как Vodafone, то есть для связи. И там проблема с кабелем, что его дефект можно проверить только или когда он работает, то есть когда его уже уложили и включили. И они там год потратили на создание машины, которая в Китае, у китайцев на фабрике контролировала качество кабеля, и находила дефект, и они поставляли уже кабель, который гарантировали. А вот я слышал, что в Китае в себе собеседнице держат так бывает, что они уже практически так более соспособны с последствиями. Знаете, ну как я же говорю, много говорят. Вопрос, какие цели. Если вы хотите зарабатывать завтра тысячу, десять тысяч, пятьдесят тысяч долларов, то огромный спектр товара, который позволит это делать в легкой промышленности, начинают рюкзаком, заканчивая зубными щетками, беспроводными зарядками и так далее. Ну то есть я не вижу пока причины переживать, то есть надо делать, находить просто товар, который соответствует вашим целям, вашим ожиданиям, не заниматься теми товарами, которые этим ожиданиям не соответствуют. Ну вот, как бы такой вот. Например, мой выход из посудного бизнеса, отматывая назад, он был объективен, потому что, во-первых, на внутреннем рынке оптовики позволили своим же менеджерам продавать их же посуду со склада на интернет-магазинах с наценкой 30%, они убили интерес вообще оффлайн-розницы, ну и людей, которые хотят зарабатывать деньги, ну к этому рынку, к нише. Второе, появились цены уровня Leroy Merlin, которые отправили байеров в Китай, которые забрали под себя эту нишу и начали открывать там 2 тысячи, 3 тысячи квадратных метров весь ассортимент посудной, который есть. И объективно, ну, там меньшими объемами, меньшими количеством точек расти в этом рынке было неинтересно, нереально, с целью зарабатывать большие деньги. Ну и вы должны понимать, что молодежь, она не покупает посуду уже. Ну молодежь вообще сейчас откровенно, совершенно по другому мысли, то есть у меня 35, вот будет 26 июня, я понимаю, что ребята, которые там 25, они уже не покупают многие вещи, которые я покупал. Ну не надо, они купят там какую-то обычную посуду, там в Зара пойдут, купят и окей. И надо понимать, что есть некоторые тенденции, которые сворачиваются, какие-то открываются, какие-то возможности теряют маржинальность, какие-то появляются новые. Например, абсолютно новая тема, о которой я хотел сегодня рассказать и донести, это соединение продукта и приложения. Вот многие думают, надо продавать продукт, какой продукт найти, какой товар найти. Это все ерунда. Вот мы сегодня разговаривали с Максимом про пеленки и про детские товары. Он мне говорит, ты знаешь, Газпром Медиа покупает компанию, дала ей оценку в 400 миллионов рублей, которая продает памперсы по подписке. Подписка. Памперсы по подписке. У них 9 тысяч клиентов, они делают 300 заказов в день, 300 продаж в день. И они тоже очень думают сильно над тем, что сделать так, чтобы клиенты были по подписке, чтобы не каждый день покупать клиента, а продавать одному и тому же на периоде какого-то времени. И вот если такая компания, как Газпром Медиа, большая компания, нет? Покупает проект, который открылся в 2017 году и дает ему оценку в 400 миллионов, покупает у них долю, а ребята просто собрали 9 тысяч клиентов и им продают постоянно, то это один из триггеров, который мы должны замечать. Второе, это пример соединения, которое вы можете видеть здесь на рынке, это там самокаты в аренду. Там сейчас в Штатах, в Европе это везде. Ты подходишь просто с телефоном так к самокату, раз, там в Бёрд есть сервис, там другие. Это очень удобно, но здесь просто их потырят, но опасно их оставлять на улице, да? Как бы, хотя, ну в какой-то момент это же произойдет, и вот надо смотреть в сторону того, чтобы соединять продукт с приложением. Очень крутой кейс здесь, они делают где-то 200 миллионов в год. Это кнопка жизни, кнопка 24 сайт. Они продают детские GPS-трекеры, часы и кнопку SOS, вызова для пожилых людей, вместе с подключением к сервису кулцентр. Когда к тебе не могут дозвониться, звонят сразу на телефон, на сервис, и этот сервис переключает, там, и так далее. По сути, они подключают каждого человека к сервису, и ты пользуешься сервисом, тебе могут оттуда позвонить, сказать, вы знаете, вот вы у нас купили GPS-часы, вот скоро там школьный сезон начнется, мы подготовили специальные условия на детские рюкзаки, и вот у нас есть супер скидки, т.д. у тебя есть лояльная база, которая может покупать в принципе огромное количество продуктов. Такой вопрос, как работать с китайцами так, чтобы они не кинули, потому что приходит такой иностранец, говорит, мне нужно то-то, то-то, а то выбирает, что подешевле, соответственно, и китайцы получают. То есть надо быть людьми, надо понимать, что они разговаривают на языке денег, надо, чтобы они чувствовали контроль, знаешь, как эта палка в Китае. Вот для этого я привык, просто, что в каждом контракте есть комиссия агента, которая контролирует груз, контролирует загрузку. Я заплатил за этот опыт очень дорого вначале, когда заказывал контейнерами на выставке товары и не знал, что надо инспекцию заказывать. Вот, и когда там третий контейнер мне пришел, я открыл его, а там было не совсем то, что я ожидал увидеть, я понял, что где-то я лоханулся. Вот, и это не ошибка в партнере, это ошибка в процессе. То есть, например, китайцы получил заказ от тебя на один контейнер, а у него там кто-то заказал там такой позиции там 10 контейнеров. Он не успевает твою линию там произвести, он ее передает соседу, Васе там, которого рядом такая же фабрика. А у них есть такое правило чебудо. Чебудо это значит, что вот у тебя синяя джинсовка, да, у меня синяя рубашка. Для китайца это примерно одинаковый продукт. Понимаешь, да? Вот. И когда ты получаешь квадратные тарелки с круглым дизайном, наклеенным на него, ты понимаешь, что для китайца это красивая ручная работа. А потом ты понимаешь смысл слова чебудо. Это типа и так сойдет. Вот это большая философия. Поэтому дело не всегда в партнере, дело в том, как эта сделка оформлена, как она процессингово выполняется. Вот в этом суть. Да. Да, еще и последний вопрос. Что у вас? Да, насколько нужно хорошо знать китайский? Я не знаю китайский вообще. На меня работает куча китайцев, ну, людей, которые знают китайский язык. Как общаетесь с ним? Через переводчик? Вообще через калькулятор. Самый лучший язык, самый честный, никто не обманет. Да, потому что тебя все понимают. Реально. Я знаю три слова по-китайски. Мифан это рис, фуянь это официант и майдан это счет. Все. Ну, не хао, понятно. Как бы все знают уже. Тут китайцев в России уже больше, чем. всех остальных. В общем, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и читайте мою книгу. Ниже мы укажем ссылку. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok